Это второе интервью, чтобы мы... Да, мы уже второй раз встречаемся. Да, чисто случайно. Свело так столько народу, и снова встречаемся. Как вы относитесь к протесту? Вы сегодня решили поддержать? Не, на самом деле я сегодня не планировал участвовать в митинге. Ну, во-первых, потому что время... Блин, Челябинск — это город-работяк, то есть среда, конец рабочего дня. Всем как бы вообще не до этого. И тут, как бы, такое... Если, допустим, в субботу было бы, ну, я бы потенциально бы пошел. Ну, на самом деле, правильно, что люди пошли и выражают свою грезвенскую позицию, кто смог. Вот я их в этом поддерживаю полностью. Есть две версии, почему так в среду они решили организовать. Я сам не уверен. Они... Или они торопятся перед тем, как их закроют, успеть это организовать. Они приурочили шествие к речи Путина, к посланию Путина. Но есть еще версия, что они, наверное, сливают протест такой. Потому что это не тот день, чтобы использовать последний рывок. Вот именно в четверг именно в этот день им понадобилось. Вот как раз в день речи Путина. Действительно, проблемы есть. И Навальный, он служит каким-то точкой, где... Точка кристаллизации недовольных людей, с одной стороны. Но с другой стороны, ведь Навальный и ФБК, это же путь к государственному перевороту. Разве не так? Нет, почему? Если ты подразумеваешь силовой переворот, то есть как бы в 17-м году большевики, оружие, нет, это не то. Просто допустить кандидатов, хотя бы оппозиционных кандидатов, которых поддерживают, не знаю, городские проекты, когда, например, команда Навального до выборов. То есть хотя бы, чтобы люди могли пользоваться своими правами, участвовать в выборах и быть избираемыми. Мне кажется, те, кто не призывают к каким-то противоправным действиям, для них и так политическая система открыта. И есть люди, тот же, даже и Захар Прилепин, он ведь довольно самостоятельная фигура. У Навального, у него просто очень большой медиаресурс, у него очень много сторонников, медийных людей. И они также имеют право быть избранными, но им это сделать не дают, и это неправильно. Но ведь они постоянно цепляются за каждую возможность, и вот свои события, на которых они поднимаются, это ведь передергивание фактов, недоправда, преувеличение, преуменьшение. Ну, смотри, вот можно коррупцию преуменьшать? Вот я считаю, что коррупцию преуменьшать, но ее невозможно. Если она по факту есть, про это надо говорить, на каких уровнях она не была бы. То есть от Путина, там, не знаю, там ниже спускается. Ну, Навальный сам такой человек, и вот эти дела, которых он и в Киров лес, и он, конечно, не был там осужден за Киров лес, но он сам был похож на коррупционера. Он договорился, там, с представителем Киров лес, что ему, там, какие-то преференции выбьют, чтобы он продал лес. Ну, можно, как бы, окей, пусть будет так, например, допускают вариант, но факт остается фактом, что в России сейчас очень много политзаключенных, когда в развитой демократии, в принципе, такого быть не должно. То есть это первый момент, который я не поддерживаю, это наличие политзаключенных, в принципе, как таковых. И плюсом то, что человек, пусть даже и сторонник Навального, ну, какие у него там мысли бы не были, ему не дают право быть избранным, то есть они ему не дают право участвовать в политической гонке, и это неправильно. Вот я считаю, что такие права должны быть абсолютно у всех, вне зависимости, там, я, ты, вы, это не тот человек. Ну, это правильная, конечно, мысль, но с другой стороны... Ну, смотри, получается... Это люди, которые ведут к разрушению, они будут, они добьются места думы. А люди, которые сейчас у власти сидят, как ты думаешь, они не ведут к разрушению, они ведут страну в процветание? Как раз-таки, ну, знаешь слово «конкуренция» в бизнесе? Конечно. Отлично. И как ты относишься к конкуренции? Она есть, вот сейчас она между... Нет, в бизнесе она вот хороша, это хороший факт или плохой факт? Это зависит от времени. А если это военное время? Просто вопрос. Да. В военное время должно быть... Ну, хорошо, конкуренция разрушительная на пользу, а может быть на пользу. Нормальная конкуренция, то есть без убийств, без драк, без насилия, без ничего. Как раз-таки в бизнесе конкуренция – это хорошо, потому что выигрывает от этого потребитель, потребитель идет туда, где лучше. То же самое относится и к политической конкуренции. У тебя, Андрей, выборы... Нет, я согласен, я понимаю, все-таки. Но смотрите, за Навальным и за его шабом ВВК вообще стоят крупный бизнес, который был изгнанным из России. Олигархи, подарковский... Боже, нет, краудфандинг – есть такой термин. Там еще много разных терминов, когда, в общем, собирают донатами. Да, как бы, разные люди жертвуют по разному. Кто-то, допустим, не знаю, там по тысяче, по 100 рублей, кто-то по 10 тысяч можешь жертвовать. Кто-то жертвует эту сумму в долларах, как бы. Да, это нормальная ситуация. Вы не считаете, что коррупция – это все-таки не просто вещь, которую один человек или небольшая группа могут взять и исправить полностью, перевернуть? Ведь это отражение общества, в том числе. Да, вот как раз таки, да, правильно. То есть те, кто не согласен с коррупцией, выходят как раз таки на митинги. Но мне кажется, что эти люди, они тоже будут коррупционерами, если в большинстве, если у них будет такая возможность. Я скажу, почему. Смотрите, вот, а почему нет? Мы с 90-х годов живем в информационном поле, где заработок денег, главные идеалы. Мы, если посмотрим в культуру, в музыку, мы увидим, что топовые все эти культурные, вы знаете, о чем они, бабло, 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 там, женщины. Нету идеалов-то нету. А почему не воровать? Если у тебя есть возможность своровать, ты видишь вокруг, что в обществе это как бы принято зарабатывать деньги. Тебе не нужно, там, каких-то высоких идеалов нету. Они не пропагандируются, они не популярны. Почему не своровать? Ну, смотри, вот такой момент. В твоем, в твоей мысли завязано все на группе людей. То есть один-два человека и так далее. А когда людей в коррупционных схемах тысячи, сложно это удержать в секрете. Сложно это, как бы... Я бы сказал, что я про общество в целом говорю, а не про... Ну, вот смотри, вот когда в обществе есть... Ну, в общем, если брать устройство государства, три независимые ветви власти. Это у нас законодательные, исполнительные и судебные. Когда эти институты работают, то есть когда участвуют в этих политической... В этой политической жизни тысячи людей, даже больше, сложно как-то проворачивать коррупционные схемы, когда ты понимаешь, что тебя за коррупционную схему очень сильно накажут. И риски своровать они должны быть гораздо выше, чем как бы не воровать. Ну, я вот не вижу причины, почему, если Навальный или его группа придет во власти, что-то станет лучше. Нет, как раз таки... Они же слабые. Это неправильно. То есть, группа Навального, это не группа Путина. Тут такая ситуация. Нету монополий на власть. То есть, у Навального, у его сторонников, может быть, не знаю, там, несколько кресел в Госдуме, там, несколько депутатов на разных уровнях. Может быть, своя партия, которая занимает определенный процент в Госдуме. Но это не вся Госдума. То есть, она не сможет, как Единая Россия, понажимать кнопочки и принять ли это не что-то или иное закон. Ну, и плюс, мы, в принципе, видим, если мы посмотрим новости, что вот у нас сменился глава ФСБ местный, региональный, и очень много было задержаний коррупционных. То есть, именно, ну, борьба-то идет, ежевидно. Ну, я, это круто, если это борьба не внутриклановая. То есть, да, много, как бы, показательных дел, показательных казней, губераторов, мэров. А знаете, о чем я беспокоюсь? О том, что люди, которые, вот, Навальный и протест, если они пройдут во власть, они просто будут использовать это как медиа-возможность для себя. Они будут кричать на трибунах, они будут, возможно, просто поднимать какой-то шум. И для того, чтобы себя продвинуть. Мне кажется, что это не те люди, которые будут, как вот цивилизованные люди, сидеть в двух палатах парламента. Ну, смотри, вот если ты ошибся, что это не те люди, вдруг они, допустим, на выборах победило несколько депутатов, партия там у них образовалась и так далее. Если они, если люди им поверили, их выбрали, через какое-то время они не выполняют свои обещания, но приходят в следующий выбор, через какое-то время люди помнят, что им обещали, будут голосовать за то. Но, к сожалению, есть вот плохой пример Украины, когда люди, вот они пришли нечестно, через государственный переворот, нарушили собственное. Украине тоже самое. Да, и то, что они сделали, чтобы удержать власть, они создали идею войны. Они направили гнев людей против другого государства, чтобы сами удержаться. А сейчас, получается, информационная повестка по телевизору. Там Сирия, что там еще, Донбасс, вокруг враги. А в России, вот смотрите, все хорошо надевают. Это ли не повестка войны, то есть, что вокруг враги, а как мы должны защищаться? По-моему, наоборот. Кстати, Путина очень критикует некоторым националистов. Даже Стрелков он назвал, часто, неприличным словом. Гулящие говорит, что в России все благополучно. Наоборот, вон ходят, кричат. Свобода слова. Свобода воли не надо говорить. Конечно. Ну, смотрите, а свобода, она бы еще бы заключалась в том, чтобы допускать депутатов, любого человека, который имеет поддержку с народа, до выборов. Вот это свобода. А вот это то, что вот вы говорите, вот вам вот как бы уходят живы, кричат, это не свобода слова. Вы ошибаетесь. Что ж такое свобода слова? Как раз таки, когда человек, вот смотрите, если бы у нас было бы все хорошо, у нас не было бы сейчас вот куча автозаков, сирен и космонавтов. А это сейчас в любой стране мира, везде сейчас проходят протесты. И во Франции, и в СССР, в развитых европротесты. В протесты, смотрите, протесты, допустим, во Франции показывают, ну что там Путин там говорил, вы хотите как во Франции, показывали как во Франции, то есть погромы, блядь, что там только не было, то есть там реально несиво было. У нас хотя бы, не знаю, окурок бросили здесь, хотя бы, не знаю, взяли один вот этот блок отсюда, взяли хоть один, кинули хоть в кого-то. Ну, в Москве было жестко вообще, там, и не только в Москве, и били полицию, машину увидели, как распинывали, ломали, чувака сняли с фонаря, побили. Ну, это не мирный протест. Но это никуда не идет по сравнению с тем, какие протесты в той же самой Франции. Так это будет развиваться, если с этим не бороться, разве не так? Так, смотри, протесты, короче, да, протесты, они, смотри, они, есть выборы, когда люди всей России, там, не знаю, там регионам выражают свое мнение политическое. И когда вот между выборами происходит такая ситуация, что люди не согласны, для этого существуют мирные митинги, мирные протесты. Здесь митинг абсолютно мирный, тут как бы, ну, блин, ну... Ну, сам митинг можно, ну, смотрите, вы говорите мирный митинг, да, он сейчас мирный, но сам организатор этого митинга, Волков, вот, недавнее видео, я даже смогу его вставить. Если бы все они оказались на улице в один момент, от путинского режима не осталось бы ничего в тот же день. Сам говорит, что вот если бы нас было побольше людей, мы бы давно уже смели эту власть. А эта власть, она закона избрана. Конечно, конечно. Это не демократия. Нет, 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 смести власть в том плане, что не прям взять в руки ружья и пойти убивать, нет. Это за счет выборов, это за счет митингов. То есть, видно, что много народу недовольны, а настоящий руководитель просто посмотрит на это и пойдет, допустим, на диалог. Навальный сам себя назвал пеплом революции еще во времена, когда он не мог решить, то ли он за националистов, то ли за демократию. И он решил выбрать демократию, потому что, мне кажется, денег просто из-за рубежа больше он может получить. У него вложили много денег. Не, ну то, что деньги ему дают за рубежа, ну, это же очевидно. Нет, такой тезис, что именно из-за рубежа дают. Так есть же официальные программы, которые поддерживают по демократии, там сколько, штук 10, наверное, этих всяких фондов. И они перечисляют, в том числе, на Валене. Ну, какие нормального человека не хотела провернуть такую работу? В том числе у его сторонники еще Ходорковский и вся эта группа, которая ему, скорее всего, и множество документов из Лондона привозила. Ну, Ходорковский, как бы, он все-таки у него гражданство в России, так что он вполне имеет, не знаю, открывать здесь, не знаю, там, бизнесы, финансировать здесь какие-нибудь, не знаю, там, организации. Вполне имеет право. Ну, это все-таки не человек, который за мир и демократию, это человек, который хочет получить власть. Он очень амбициозный и он обижен Путину, мне кажется. Ну, может быть, он и обижен Путину, но хорошо. Если этот человек хочет получить власть, так, не знаю, там, пусть приедет, ну, да, конечно, если приедет, посадит, там, расстреляет, убьет. Пусть, не знаю, он спонсирует протест. И, кстати, он не просто спонсирует. Он же, вот на прошлом умном голосовании, у него с Навальным был конфликт. Он хотел своих людей на умное голосование пропихнуть, а Навальный был против. И при этом Волков сам тоже сказал фразу. Но что еще более важно, это не был бы список двух приличных людей, а остальные сброд. Как описал умное голосование один из его авторов, Леонид Волков. И Ходорковский, он с ним согласился, и сейчас Ходорковский напрямую с Волковым работает. А Навальный сидит. Не, ну, как бы оппозиция, она, ну, никто не запрещает объединяться, разъединяться. В споре рождается весена. Ну, это тоже правильно. И в конкуренции, и в политической конкуренции в том числе. Я за политическую конкуренцию, поэтому я за Захара Прилепина. Потому что я верю, что он живой человек, который действительно имеет свои принципы. И не является чьей-то игрушкой или марионеткой. И он имеет шансы. Круто, круто. Ну, если будете кандидатов и выдвигать на выборы, шикарно. Как бы, агитируйте людей. Я даже приду, не знаю, послушаю ваше выступление. Ну, вот, к сожалению, плохо верится, что вот люди, которые за этим протестом, они могут конструктивную повестку нести. Вашу аудиторию собирайте. Ладно, спасибо. Позволь пожать руку.